Мурат Санимович, немного необычно хотим начать пресс-конференцию. Одна из болельщиков передала вам подарок. Мы можем передать себе. Сказала верю. Надеюсь, и слова благодарности передала. Спасибо, очень похоже. Передайте благодарность. Мурат Санимович, хотелось бы услышать небольшой комментарий по игре. Мы знали, изучили хорошо соперника. Неплохо поработали. Конечно, больше внимания уделили, наверное, обороне, перестроению в обороне. Краснодар – обученная команда, плюс есть опытные игроки. В целом, как бы справились в обороне, за исключением этого единственного момента, где была потеря концентрации внимания. Немного неправильно сработали в атаке первый тайм, когда после перехватов мяча не проводили быстрых атак или каким-то образом принимались неправильные решения. Во втором, немножко как бы выровняли ситуацию, завладели преимуществом. Но, опять же, говорю, не все игроки у нас в оптимальном физическом состоянии в связи с пропуском игр. Это и Фичук, и Кубышкин. Но, в целом, доверяем этим игрокам и будем рассчитывать на то, что их функциональное состояние будет лучше, касается от игры к игре. В целом, состав как бы стабилизировался, но все равно, опять же, повторюсь, что в ФНЛ такая лига здесь на одном мастерстве не выйдешь, и нужно еще проявлять свой характер. В принципе, ребята все хорошо вышли на замену. Уже не было у нас замены по позиции Кубышкина, и вынуждены были перестроиться на тридцатальных защитников, но, опять же, с расчетом на то, что фланги были бы более активны в атаке. Но немножко этот план не сработал. Я извиняюсь, повторите еще раз вопросы. Что бы вы сказали ребятам? То, что не нужно искать сложных решений, нужно искать простые решения. В принципе, те комбинации, которые мы наигрывали на тренировке, они не проходили из-за какой-то боязни, потери мяча, все снимали с себя ответственность, играли слишком просто в одно касание. В таких играх нельзя играть просто, надо играть, принимать мяч и отдавать своему партнеру точно. Большое количество потерь мяча сказывается на качестве игры и нервирует команду. Поэтому здесь приблизительно такие слова были сказаны, плюс некоторые тактические перестроения. Немножко мы перешли на другую схему во втором тайме. Нам нужна была большая активность при прессинге соперника, при владении мячом соперника. Спасительный гол, забитый в самом конце, на ваш взгляд, взбодлит команду на следующие матчи? Я думаю, что да, потому что если бы безвольно сдались и програли 1-0, наверное, уже надо было делать какие-то выводы, но ребята проявили характер и в конце вырвали эту ничью. Я думаю, что это добавит положительных эмоций в коллективе, поэтому очень на это надеюсь. Бывают такие периоды, где надо переломить ситуацию. Очень надеюсь, что это станет началом какого-то продолжительного, оптимистичного пути. Мурат Салимович, сейчас начинается тройник, но вот уже начался. Расскажите, как команда будет готовиться, как добираться? Завтра мы проведем восстановительную тренировку для тех, кто сыграл. Кто сыграл менее 60 минут, немножко нагрузим. И уже послезавтра будем выезжать в Москву, вылетать в Томск. После этого прилетим и будем готовиться к Нижнекамску. Здесь, когда тройник особо ничего не поправишь в физическом состоянии, наоборот, за счет игр где-то ребята смогут быстрее прийти к самому оптимальному состоянию. Плюс то, что здесь, конечно, нужно будет проводить ротацию состава, потому что все равно третья игра дается крайне тяжело в этих тройных играх. Пожалуйста. Владимир Владимирович, такой вопрос. Денис Синяя, это один из самых будущих игроков в команды. За серию он вышел только один раз в матче серии? Два раза. С ротером он тоже выходил, если вы помните. А почему он не вышел? Замена для серии? Ну, скажу так. Мы уже провели замены фланговых игроков. Плюс то, что, конечно, опыт Дениса нам еще поможет. Но здесь молодые ребята, а все-таки возраст берет свое. Но, опять же, никто не собирается списывать его со счетов. И он в обоиме, и он будет продолжать работать вместе с нами. Коллеги. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы использовать маршруков на левом фланге ТВ-НУШа? Нет. Наиболее эффективен Хачин, когда он именно работает на правом фланге. И нам нужно исходить из сильных качеств игроков, которые мы можем максимально использовать в команде. Поэтому пока я не вижу Хачима с левого фланга, я вижу только его справа. А Хачимашов и Максим Григорьев – это два козыря, получается, в сегодняшней игре? Так как они вышли, то это были два козыря, два джокера, условно говоря. Потому что они усилили игру, усилили давление на соперника. Опять же, повторюсь, с выходом Максима мы перестроились на игру в двух нападающих с Ромой. Но Рома уже подустал. Была тоже вынужденная замена. Выполнил большой объем работы, имел какие-то моменты, подходы. Но в целом работы Рома не одной.